Иное измерение русской культуры Аркадий Тимофеевич Аверченко Русское искусство Из сборника «Записки простодушного» Читает Евгений Бразов-Бружковский Вы? Я. Глазам своим не верю. Таким хорошеньким глазам не верить — это преступление? Отпустить подобный комплимент днём на пере, Когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, Для этого нужно быть очень светским, Чрезвычайно элегантным человеком. Таков я и есть. Обладатель прекрасных глаз, Известная петербургская драматическая актриса Стояла передо мной, и на её живом лукавом лице В одну минуту сменялось десять выражений. Слушайте, простодушный, очень хочется вас видеть, Ведь вы, мой старый, милый Петербург, Приходите чайку выпить. А где вы живёте? Во всяком другом городе этот простой вопрос Вызвал бы такой же простой ответ. Улица такая-то, дом номер такой-то. Но не таков городишко Константинополь. На лице актрисы появилось выражение небывалой для неё растерянности. «Где я живу? Позвольте. Не то шашлы-башлы, Не то бьюк-темрюк, А может быть и казанлы-базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, Я вам нарисую». Отчасти делается, понятно, густая толпа, Толкущаяся на перья. Это всё русские, стоят друг против друга И по полчаса объясняют свои адреса. Не то шашлы-башлы, Не то ба-баджан-асманды. Выручает обыкновенно карандаш и бумага. Причём отправной пункт — это текатлиян. Это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец. Рисуются две параллельных линии. Перо. Потом квадратик. Текатлиян. Потом. «Вот вам, — говорит актриса, чертя карандашом по бумаге, — Эта штучка — текатлиян. От этой штучки вы идёте налево, Сворачиваете на эту штучку, Потом огибаете эту штучку, И тут второй дом, где я живу. Номер 22. Третий этаж. Квартира. Барона. Ка. Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ И откланялся. На другой день вечером, Когда я собрался в гости к актрисе, Зашёл знакомый. «Куда вы?» «Куда?» «От текатлияна прямо, Потом свернуть в эту штучку, Потом в другую. Квартира барона Ка». «Знаю. Хороший дом. Что же это вы, дорогой мой, Идёте в такое аристократическое место И в пиджаке?» «Не фрак же надевать?» «А почему бы и нет?» «Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница». «Фрак так фрак», — согласился я. Оделся и, сверкая туго на крахмаленым пластроном фрачной сорочки, Отправился на перу. Танцевать от излюбленной русской печки. Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, То это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между 29 и 14, А шестнадцатый скромно заткнулся между 127 и 19. Вероятно, это происходит от того, Что туркам наши, арабские, цифры неизвестны. Дело происходило так. Решив перенумеровать дома по-арабски, Муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами И свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, За корючки и загогулины которого приходились ему более по душе. Искомый номер 22 был сравнительно приличен. Между 24 и 13. На звонок в дверь открыла дама очень элегантного вида. Что угодно. Анна Николаевна здесь живет. Какая? Русская. Беженка. А, это вы к Аннушке. Аннушка, тебя кто-то спрашивает. Раздался стук каблучков, И в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке И с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие. Чего тебе, Ира, да черт это по парадным носит? Не мог через черный ход претить. Виноват, растерялся я. Вы сказали? Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его до прежтого в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там, недотепа. Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее. Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар чать простыл. По стакашку еще насадить возможное дело. А я вижу, вы сгранку, Кет, перешли на характерное. Уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками. Чего? Я стал бы тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забежают. На своих харчах, деловито спросил я, чувствую, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска. — Хозяйские и отсыпное хозяйское. — И доход от мясной и зеленой имеете? — Законный процент. В последнем слове она сделала ударение на «о». — А то, может, щец похлебаешь. С обеда осталось, я бы разогрела. Вошла хозяйка. — Аннушка, самовар поставь, — во мне заговорил джентльмен. — Позвольте, я поставлю, — предложил я, кашлянув кулак. — Я мигом. — Стрижная девка не успеет косо заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды. — Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка со столбенелым видом, расглядывая мой фраг. — Так, один тут. Вроде как сродственник. Он барыня тихий. Не тебе напиться, не тебе набезобразить. — Вы давно знакомы? — С Петербурга, — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. — Аннушка в моих пьесах играла. — Как играла? — Почему ваших... — А кто тебя за язык тянет, эфиёб? — с досадой пробормотала Аннушка. — Место только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня, ихняя фамилия Простодушный. — Что же вы тут, господи, пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады. — Видала? — занощево сказал я, подмигивая. — А ты меня всё ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают. С чёрного хода постучались. Вошёл ещё один Аннушкин гость. Мой знакомый генерал, командовавший когда-то третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с голуном и сказал — Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское. Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое. Кухарка, швейцар и я. Хозяин побешал в лавку за закуской и вином. Хозяйка на кухне раздувала самовар. А мы сидели трое. Кухарка, швейцар и я. И сблизив головы, тихо говорили о том, что ещё так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь зарелось океаном топкой грязи. Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом. Какая это мгла? Предрассветная или это сумерки, за которыми идут ночь, одиночество и отчаяние? 1922 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин